МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Армении за сутки зарегистрирован 251 новый случай заражения коронавирусом. Россия расширяет свои военные базы в Сирии. Сорвавший крест с армянской церкви в Стамбуле мужчина задержан. Общественным радио будут офицированы архивы Союза композиторов. Клод Гасгуэн, депутат-республиканец из Парижа, скончался в возрасте 75 лет в Париже. После заражения коронавирусом он находился в отделении интенсивной терапии. Клод Гасгуэн умер от сердечного приступа в четверг утром. Из-за коронавируса он находился в отделении интенсивной терапии в течение 22 дней. Бывший мэр 16-го округа Парижа почувствовал себя лучше и начал ходить. Но были осложнения, связанные с сердцем, которые привели к смерти. В 1993 году, когда он был избран в парламент из Парижа, 16-го округа столицы оставился на этом посту около 20 лет. С 2008 по 2014 год он занимал пост мэра округа. Был одним из министров правительства Аллена Жупе и отвечал за государственную реформу и децентрализацию СМАЭ по ноябрь 1995 года. В 2013 году в разгар войны в Сирии он собрал большое собрание христиан Востока, чтобы защитить свое право быть разными, напомнив таким образом христианам о преступлениях, совершенных силами ИГИЛ. По этому случаю он пригласил президента Арманака Абрамя, на который в это время вернулся из Сирии и рассказал на собрание о ситуации в Сирии. Наряду с потеплением погоды в провинции Сарай и Западной Армении начали появляться многие виды птиц. Сотни видов птиц ежегодно встречаются в бассейне озера Ван, озеро на пути миграции перелетных птиц. Заболоченные районы получили новую жизнь благодаря прибытию перелетных птиц. А в результате двух отдельных проверок, проведенных Департаментом сельского и лесного хозяйства и полиции в районе Арчеш было зафиксировано 3 тонны тареха и конфисковано. Добыты незаконно из озера Ван, из которых 2 тонны были найдены мертвыми. Живые рыбы были выпущены обратно в озеро. Если президент Азербайджана избрал путь решения карабахского вопроса посредством силы, то мы готовы. Сегодня заявил новоизбранный глава Нагорно-Карабахской республики Рейка Рутюня. Рейка Рутюня в прямом эфире в Facebook ответил на заявление, сделанное накануне руководителем азербайджанского государства, отметив, Ильхам Алиев сделал очередные свои заявления. Конечно, не хотелось бы оскорблять, но это не подобающее политическому деятелю заявление. Особенно заявление о том, что в мире на первый план выдвигается фактор силы. То есть мы выбрали путь решения вопроса посредством силы, господин Алиев. Мы готовы. Мы готовы и хотим также заверить вас в том, что для нас результаты уже очевидны. То, что у вас было в 1994 году, будет и сегодня. Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы. Или заявление о том, что мы отдали наш древний город Ириван Армении. Этого нельзя простить. И у вас есть возможность исправить так называемые исторические неточности. Если вы так думаете, но это будет сокрушительно для Азербайджана, заявил Рутюня. Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы. Мы готовы мирным путем, посредством переговоров, прийти к логическому мирному решению вопроса. В Армении за сутки зарегистрирован 251 новый случай заражения коронавирусом. Об этом новости Армении news.am сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минстрау Республики. В общей сложности на утро 30 мая в стране зарегистрировано 8 927 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечится 5 435 лиц. За день их число увеличилось на 221. Вызровели 3 317 человек 20 за последние сутки. Скончали 127 пациентов семеро за последние сутки. Расширяя базы в Сирии, Россия усиливает свое присутствие на Ближнем Востоке, считает член экспертного совета офицера России Александр Перенджив. Ранний президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД провести переговоры с Дамасскому о передаче военным Российской Федерации дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документ разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера. По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александра Перенджива, Российская Федерация демонстрирует намерение усилить присутствие в Сирии и Средиземном море. По мнению собеседника FAN, пункт МНТО в Тартусе будет переснащен и расширен до полноценной военной морской базы. В будущем она потребуется при проведении военных операций в Средиземном море и усилении влияния России в регионе. Один человек был арестован в связи с нападением на церковь Святого Григория, просветителя в Константинополе. Центральная республиканская прокуратура в Константинополе сообщила СМИ, что было начато расследование. Через несколько часов после задержания мужчину освободили. Как мы сообщили ранее, несколько дней назад неизвестный сорвал и бросил кризис церкви на тротуаре. Нападение было зафиксировано камерами безопасности церкви. Сокровища, которые десятилетиями были укрыты на чердаке Союза композиторов в Армении, скоро обретут новую жизнь. По предложению президента Союза Арама Сатяна, общественное радио будет официровать архив Союза композиторов. Будут офицированы произведения известных композиторов, эксклюзивные записи, рукописи. Все работы будут заархивированы как в Золотом фонде общественного радио, так и в Союзе композиторов и будут доступны всем желающим. Работу будет координировать Артур Испирян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ереван и Камераин Еркчахунг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok